Программа «Законодатели» В нашем вечернем эфире мы рассказываем вам о работе депутатского корпуса собрания депутатов Ненецкого автономного округа в этом выпуске. Окружные депутаты обсудили предоставление жилья оленеводам и чумработницам. Этот вопрос рассмотрен на заседании профильной комиссии регионального парламента. Парламентарии региона рассмотрели планируемые расходы в сфере образования на ближайшие три года. Более 1 миллиарда рублей будет направлено бюджетным дошкольным учреждениям на выполнение государственного задания. В Ненецком округе состоялся торжественный митинг, посвященный Дню воинской славы и Дню неизвестного солдата. В нем приняли участие представители органов власти, общественные молодежные организации, ветеранские объединения, добровольцы, студенты и школьники. Парламентарии региона и представители общественной молодежной палаты при собрании депутатов НАУ встретились с окружными боксерами. Спортсмены одержали несколько побед в открытом турнире по боксу в Кировской области. В следующем году запланированы мероприятия по кадастровой оценке земельных участков и объектов капитального строительства по всем муниципальным образованиям. Вопросы в сфере земельных отношений рассмотрены в окружном собрании депутатов. Как отметила руководитель управления имущественных и земельных отношений Анастасия Голговская, будут проведены консультации с главами муниципальных образований по всем вопросам, связанным с кадастровой оценкой. Работа предстоит большая, наверняка будут вопросы от жителей округа. Поэтому важно до утверждения отчета отработать все вопросы, поскольку после оспорить что-либо можно будет только в суде, пояснила Анастасия Голговская. В ходе обсуждения депутаты высказали свои предложения. В частности, Анна Булатова обратилась к руководителю ведомства с просьбой более тщательно подходить к выделению участков. На бумаге планировка есть, но она не соответствует действительности. Предлагаю перед выделением земельного участка предварительно уточнять его местоположение, заметила парламентарий. Завершая обсуждение, председатель комиссии Наталья Кордакова подчеркнула, что вопросов достаточно много, поэтому предлагается на профильной комиссии отдельно рассмотреть направление деятельности управления. На развитие малого и среднего предпринимательства в округе в 2020 году направят 60 миллионов рублей. Расходы на госпрограмму по поддержке предпринимательства рассмотрели депутаты окружного собрания на профильной комиссии. Как отметила председатель комиссии Наталья Кордакова, на региональном уровне предусмотрено много мер поддержки для предпринимательства. Парламентарии региона совместно с администрацией округа регулярно проводят встречи по тем вопросам и проблемам, которые волнуют предпринимателей. И по итогам вносятся предложения, в том числе на законодательном уровне. Она также отметила, что с 1 января 2020 года будут снижены налоговые ставки, взимаемые в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Они будут дифференцироваться только в зависимости от объекта налогообложения. Для налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения доходы, налоговая ставка составит 1%. Для выбравших доходы, уменьшенные на величину расходов, ставка установлена в размере 5%. Также с 1 января 2020 года будут снижены тарифы на электроэнергию для субъектов малого и среднего бизнеса на селе с 20 рублей до 8 рублей. Как отметил вице-спикер регионального парламента Максим Арбузов, сейчас депутатский корпус совместно с правительством работает над федеральным законом о государственной поддержке предпринимательства в арктической зоне. Кроме того, депутаты намерены предложить правительству внести изменения в часть 2 налогового кодекса. Мы предлагаем исключить из налогооблагаемой базы для малого и среднего предпринимательства районные коэффициенты и начисления северные, которые предлагаются к заработной плате для лиц, работающих в этих организациях районов Крайнего Севера. Также мы предлагаем снизить размер страховых взносов на обязательно социальное страхование по временной недрудоспособности в связи с материнством и предлагаем также понизить процент отчислений на обязательно медицинское страхование. Окружные депутаты обсудили предоставление жилья оленеводам и чумработницам. Этот вопрос рассмотрен на заседании профильной комиссии регионального парламента. Как рассказала представитель департамента внутренней политики НАО Марина Тайбарей, в рамках работы по обеспечению жильем по договору социального найма за 2019 год предоставлено 6 жилых помещений, одно в селе Несь и 5 в поселке Красное. В настоящее время в качестве нуждающихся зарегистрировано 59 человек. Как пояснила представитель окружного профильного ведомства, жилье предоставляется оленеводам и чумработницам, занятым в оленеводческих хозяйствах и общинах НАО, а также неработающим оленеводам и чумработницам, достигшим 45 лет для женщин и 50 лет для мужчин. При этом они должны проживать в округе не менее 15 лет, а также иметь стаж работы не менее 5 лет. Еще одно условие – площадь жилого помещения, в котором проживает претендующий на соцжилье, ниже учетной нормы менее 9 квадратных метров на каждого члена семьи. Депутат Александр Колыбин предложил разработать поправку в закон о возможности предоставления данной меры соцподдержки пенсионерам, оленеводам и чумработницам не только в населенных пунктах округа, но и на территории города Наринмара. Ведь многие из них совсем одиноки, а в городе даже с медициной дела обстоят лучше и возможностей больше, чем в поселках и деревнях, отметил он. Данное предложение депутаты поддержали. По итогам обсуждения вопроса Департаменту внутренней политики НАО и главам муниципалитетов рекомендовано продолжить работу по выявлению и постановке на учет данной категории нуждающихся в жилых помещениях и учесть предложение депутатов по внесению изменений в окружной закон о оленеводстве. Необходимо профессионально мотивировать будущих педагогов нинецкого языка. Такое предложение прозвучало на профильной комиссии окружного парламента. Как было отмечено в ходе заседания, работа по подготовке педагогов для преподавания нинецкого языка для нашего региона проводится совместно с Институтом народов Севера Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Ежегодно для округа предоставляется одно целевое место для поступления в ВУЗ по направлению педагогическое образование. Образование в области родного языка и литературы. Однако в последние годы желающих поступить на данную специальность нет. Вместе с тем, как отмечают депутаты, в утвержденном перечне профессий и специальностей среднего профессионального образования отсутствует специальность учителя родного языка. В связи с этим Наринмарский социально-гуманитарный колледж имени Ваучейского не может готовить таких специалистов. Вице-спикер Матвей Чупров рассказал, что в последнее время вопрос подготовки учителя родного языка в среднем профессиональном образовании поднимается регулярно. Мы вышли с такой инициативой, чтобы она появилась для того, чтобы учебные заведения наши могли готовить дипломированных специалистов, которые в последующем бы шли бы на работу в школу, в детские сады и преподавали родной язык. Но проблема не только в учителях, проблема, наверное, еще основная заключается в том, что многие родители не настаивают, не пропагандируют сами изучение родного языка своими детьми. В принципе, мы видим, что в целом интерес к родным языкам падает, это естественный процесс, который наблюдается. Но в то же время появляется много людей, которые бы хотели знать родной язык. И это у них находится не из-за того, что на этом языке бабушка, дедушка разговаривают, а из-за того, что у них есть свое внутреннее стремление, желание лучше знать свою культуру, лучше знать свой народ. Депутаты выразили мнение, что прежде всего необходимо решить вопрос с мотивацией школьников еще на этапе выбора будущей профессии. По итогам рассмотрения вопроса председатель окружного собрания Александр Лутовинов отметил, что данная проблема существует, и только вместе, приложив все усилия, можно добиться ее решения. Парламентарии региона рассмотрели планируемые расходы в сфере образования на ближайшие три года. Более одного миллиарда рублей будет направлено бюджетным дошкольным учреждениям на выполнение государственного задания. Финансирование в сфере общего образования в следующем году запланировано в размере двух миллиардов рублей. При обсуждении расходов в сфере дошкольного и общего образования парламентарии обратили внимание администрации на ряд моментов. В частности, Наталья Кордакова предложила представителям профильного ведомства наладить кружковую работу в школах. Также возник вопрос по сносу старого здания детского сада в Харивере. Департаменту образования, культуры и спорту рекомендовано представить отчеты на разработку документации по его сносу. Самый сложный вопрос – отсутствие нормативов на госзадания. Как рассказала заместитель губернатора Наталья Сидорова, заключено сдобсоглашение с САФУ на разработку нормативов срок до 15 февраля. В этой связи депутаты рекомендовали департаменту до 1 марта представить утвержденные нормативные затраты на оказание госуслуг государственными бюджетными учреждениями образования, культуры и спорта и необходимый объем бюджетных ассигнований. Депутаты предложили организовать видеоконференц-связь с руководителями образовательных учреждений, чтобы директора четко понимали, как формируется госзадание. Еще один вопрос депутатов касался размера заработной платы работников дошкольного и школьного образования. Как отметил Андрей Смыченков, вопрос возник по детскому саду «Ромашка». Кроме того, вопросы возникают и по другим организациям. Парламентарии предложили профильному департаменту провести выборочный анализ по учреждениям и предоставить информацию о том, сколько реально получают специалисты. По предложению Татьяны Федоровой аналогичный мониторинг проведут и по учреждениям культуры и среднего профессионального образования. Предложено также включить экспертно-аналитические мероприятия по проверке начисления зарплаты в учреждениях образования и культуры в план работы счетной палаты. На обеспечение питания школьников в следующем году заложено почти 149 миллионов рублей. В соответствии с окружным законом, бесплатным питанием обеспечиваются дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также школьники из малообеспеченных семей. Для остальных категорий учащихся предусмотрена система софинансирования, то есть 50% оплачивает окружной бюджет, вторую часть – родители. По информации Департамента образования культуры и спорта, 40% школьников подпадают под льготные категории и потому питаются бесплатно. 37% питаются на условиях софинансирования и 23% самостоятельно. На публичных слушаниях по исполнению окружного бюджета прозвучало предложение о пересмотре суммы питания. По итогам совместной работы депутатского корпуса и администрации округа принято решение об увеличении с 1 сентября стоимости питания школьников в образовательных учреждениях региона. При этом для родителей плата не увеличилась. Разницу за повышение оплачивает окружной бюджет. Бесплатным питанием обеспечиваются и студенты, которые обучаются в профобразовательных организациях округа по очной форме и проживают в общежитии. На эти цели в окружном бюджете предусмотрено 35 миллионов рублей. Бесплатное питание будет предоставляться более 400 студентам. В Ненецком округе состоялся торжественный митинг, посвященный Дню воинской славы и Дню неизвестного солдата. В нем приняли участие представители органов власти, общественные молодежные организации, ветеранские объединения, добровольцы, студенты и школьники. Юнормеец Глеб Мариничев прочитал стихотворение Михаила Светлова «Неизвестному солдату». Сам юноша еще не служил, а о Великой Отечественной войне узнал от бабушек и дедушек. Глеб признается, пока жива память, никто не будет забыт. Мы должны помнить, потому что пока мы помним, это не повторится. А мы должны помнить о каждом. Пусть мы не знаем их фамилии, пусть они пропали в близости, но мы должны помнить о их подвиге, о их бессмертном подвиге, возложенной на алтарь Отечества. Ежегодно 3 декабря в России вспоминают о войнах, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами. В рамках Всероссийского патриотического форума в День неизвестного солдата в Музее Победы на Поклонной горе в Москве состоялась торжественная церемония презентации основных событий и мероприятий 2020 года, объявленного Годом памяти и славы. В Нинецком округе состоялся торжественный митинг. И они достойно выполнили свой долг перед народом, перед своей страной. И сегодня мы чествуем наших героев, мы помним о них, и мы в вечном и неоплатном долгу перед ними. Кому, как ни поисковикам, лучше всего известно, сколько безымянных солдат лежит в болотах Синявина, в лесах Новгородской области, на Псковщине. Да где только не лежат наши солдаты, лежат тысячами и сотнями тысяч. Я могу сказать, что один раз за вахту в две недели, 14 дней, мы похоронили 500 солдат. 500. Именно поисковики получили поддержку в государственном масштабе, и этот день в 2014 году стал памятной датой в истории России. В день неизвестного солдата мы вспоминаем всех советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в ходе боевых действий. Ушедшие живы, пока живет память. Важно помнить их ратные подвиги и их имена, воспитывать и рассказывать о них подрастающему поколению. Добавлю, завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к обелиску победы. Депутаты собрания Нинецкого автономного округа Татьяна Федорова, Анна Булатова, Андрей Ружников и руководитель аппарата регионального парламента Татьяна Маломан приняли участие в расширенном заседании Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий юбилейного года Великой Победы. 2020 год в Российской Федерации объявлен президентом России годом воинской славы и памяти во знаменование 75-летнего юбилея Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Оргкомитет по подготовке к празднованию юбилея в Нинецком округе под председательством главы региона состоялся сразу же на следующий день после торжественной презентации в Москве на Поклонной горе основных праздничных мероприятий, которые пройдут в следующем году в России. Как отметила в ходе заседания Оргкомитета депутат собрания Нинецкого округа Татьяна Федорова, помимо праздничных мероприятий необходимо в юбилейный год улучшить жилищные условия такой категории жителей округа, как труженики тыла и в первую очередь тех, кто в настоящее время проживает в ветхом и аварийном фонде. Глава региона поддержал предложение и дал соответствующее поручение ответственным лицам. Проведите анализ, в каких условиях живешь, чтобы мы с вами могли в начале этого года эти жилищные условия улучшить. Спасибо, это очень важно. Протокол тоже, пожалуйста, внесите. На это давайте три недели вам срок. Парламентарии региона и представители общественной молодежной палаты при собрании депутатов НАО встретились с окружными боксерами Никитой Захаревичем, Ильей Мининковым, Матвеем Чуповым, Эльчином Мамедовым и их наставником Александром Андрюковым. Боксеры из НАО одержали несколько побед в открытом турнире по боксу в Кировской области. Открытый турнир по боксу класса «Б» памяти Буланова проходил в Кировской области. В турнире принимали участие 108 боксеров из Республик Коми, Мариэл, Удмуртия, Пермского края, Кировской и Свердловской областей. Наш регион представляли четыре спортсмена – Никита Захаревич, Илья Мининков, Матвей Чупов и Эльчин Мамедов. По итогам турнира золото в своей весовой категории взяли Никита и Илья. Эльчин Мамедов стал обладателем бронзовой медали. У нас было четыре боксера, всего довольно мало. Я провел два боя. Первый бой провел неплохо, закончил в третьем раунде. И второй бой провел с чемпионом Республики Мариэл и также выиграл. И ребята также, думаю, хорошо боксировали, узнали некоторые свои ошибки, над чем нужно поработать. У меня в весовой категории было три человека. Провел я тоже два боя. Первый я победил единогласным решением. Был один нотдаун моего соперника во втором раунде. Второй он чемпион Северо-Запада, имеет кандидат в мастера спорта. Второй бой был соперник намного слабже. Он всего три боя, по-моему, провел. С ним было... Его я выиграл в третьем раунде. Один нотдаун, но был серьезный. Его сняли. И так на него обезли. В свою очередь, наставник спортсменов Александр Андрюков отметил, что раньше наши боксеры ежегодно выезжали на этот турнир. В этом году-то у нас только старше, потому что поехала на руку, а малышей, к сожалению, не было. Поэтому было принято решение поехать в Белоруссию и младший возраст отвезти туда на турнир. По словам наставника спортсменов Александра Андрюкова, в регионе боксом занимается более 70 человек. И в настоящее время не существует сложностей с выездом спортсменов на состязания в другие регионы. В ходе беседы окружные парламентарии обратили внимание на то, чтобы возобновились занятия с воспитанниками Ненецкой средней школы имени Пырерки, чтобы больше ребят из сельских населенных пунктов занимались боксом. В завершении встречи спикер регионального парламента Александр Лутовинов поздравил ребят с победой на открытом турнире и пожелал новых спортивных успехов. Занятие таким серьезным видом спорта, как бокс, это формирует характер во многом. Вы, конечно, можете и за себя постоять. А самое главное, насколько я знаю, что боксеры никогда не обидят того, кто слабее. Они скорее защитят тех, кто в этом нуждается. Депутаты также отметили, что в регионе в последнее время большое внимание уделяется строительству физкультурно-оздоровительных комплексов на селе. Создается серьезная материально-техническая база для развития спорта высших достижений. Председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов принял участие в торжественной церемонии закрытия регионального чемпионата молодые профессионалы. Мероприятие состоялось в концертном зале ДК «Арктика». Лутовинов чемпионат молодые профессионалы способствует совершенствованию программы подготовки кадров в учебных заведениях. Человек, который умеет что-то делать своими руками, он всегда вызывает неподдельное уважение. Потому что это тоже не каждому дано, это талант. Александр Лутовинов поблагодарил наставников и преподавателей за то, что они помогают ребятам раскрыться, найти призвание и реализовать себя в жизни. Он также вручил сертификаты и награды участникам компетенции «Электромонтаж». Победителем стал Владислав Таратин, серебряным призером Виктор Воронин и третье место занял Игнат Крепанов. Напомню, чемпионат молодые профессионалы проходит в соответствии со стандартами международной организации WorldSkills. Победители смогут представить округ на отборочных соревнованиях перед финалом, который состоится после окончания цикла региональных чемпионатов во всех 85 субъектах Российской Федерации. Финал национального чемпионата молодые профессионалы пройдет летом 2020 года в Кемеровской области. В школе поселка Красный исполнилось 75 лет. История образовательного учреждения началась в 1944 году, когда открылась начальная школа в деревне Кориковка. Специального здания у школы не было, поэтому дети начинали учиться в недостроенном колхозном доме. Спустя три года было построено типовое здание школы, в которое входили интернат, столовая и классы. Летом 1958 года школа была перевезена в поселок Красное. Накануне учреждение отметило свое 75-летие. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Наталья Гавриловна Соболева после замужества переехала в поселок Красное из Забайкалья. Это было еще в далеком 71-м году. 46 лет своей жизни она посвятила Красновской школе. Из них 12 лет проработала директором. В настоящее время преподает русский язык и литературу. Красновская школа в свою бытность была первой школой в округе, в которой работала производственная бригада. Тогда там руководитель производственной бригады был Хатанзийский Иван Николаевич. К сожалению, он не покойный. 16 лет. Вот наша школа, учащиеся 10 классу нашей школы, они каждое лето работали на сенокосе, они заготавливали корма. И всегда занимали первое место, призовые места были у них. Вот здесь даже, вот я до сих пор об этом вспоминаю, об этом учителе, и вот о том, что вот школа занималась именно этим. Спортсмены были. Хочется вспомнить Попова Сергея Александровича. Он у нас здесь так спортивную школу поднял. Он потом, конечно, ушел, работал в администрации, но тоже оставил такой заметный хороший свет. Ну и много таких учителей можно назвать. Красновская школа – одна из немногих, где родную из коренных малочисленных народов Севера изучают с первого класса. И с этой задачей успешно справляется Валентина Ивановна Хатанзейская. Ее трудовой стаж в школе поселка Красное составляет 30 лет и 3 года. Она преподает ребятам литературу, русский и ненецкие языки и ненецкую культуру. И мы стараемся детей обучать таким образом, чтобы им не было трудно, чтобы они к нам шли и чтобы их не подпинывали. И материал стараемся дать в доступной форме. Красновская школа активно внедряет инновационные образовательные программы. Учреждения ежегодно готовят призеров и победителей в различных конкурсах не только регионального и всероссийского, но и международного уровней. Также развиваются научно-исследовательское, военно-патриотическое, художественное и спортивные направления. Я учусь во втором классе, и мне школа очень нравится. Тут хорошие учителя, здесь очень вкусно кормят. Она красивая, и мне очень здесь нравится учиться. Тут хорошие и добрые учителя, кормят хорошо, и тут плохо. Среди выпускников Красновской школы много известных в регионе и за его пределами людей. Один из них – заместитель председателя окружного собрания депутатов Матвей Чупров. Сегодня вместе со своей коллегой Натальей Кордаковой он приехал поздравить педагогический коллектив с праздником и вручить почетные награды. Учеников, господи, мне лично очень волнительно и трепетно на душе, потому что, когда приходишь в родную школу, всегда чувства тебя переполняют. Это, наверное, та вещь, в которой невозможно избавиться, которая будет поскорить нас, бывших учеников, всю жизнь. Всем счастья, здоровья, суберем, родная школа! Уважаемые педагоги, уважаемые работники школы, я хочу сказать, что детям, поскольку красная, здорово, повезло. Почему? Потому что сегодня в презентации сказали, что Красновская школа – одна из лучших сельских школ. И это, наверное, во многом благодаря тому, что вот у нас сильные педагоги. Я не понаслышке знаю, как вы готовите все. В этой школе работал мой дядя, Кажир Николай Иванович, и сколько вы сил отдаете своим детям, зачастую забывая про своих собственных детей. Поэтому всем вам здоровья, счастья, мира. И пусть в вашей школе все будет хорошо, у вас будут послушные ученики и только отличники. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие системы образования и высокие показатели в работе учителя, воспитатели и работники школы были отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами Собрания депутатов округа, Заполярного района и администрации региона. Поздравили своих коллег с юбилеем родной школы и героини нашего сюжета Наталья Гавриловна и Валентина Ивановна. Сегодня в этот день педагогическому коллективу я желаю сплоченности, добрых отношений, хороших учеников, но и, наверное, благодарности от родителей учащихся, чего иногда не хватает. Ну а так, коллектив хороший, трудоспособный. И у нас большой плюс здесь какой? В том, что многие бывшие ученики сейчас работают здесь учителями. Уважаемые коллеги, дорогие мои коллеги, мужчины и женщины, я всех поздравляю вас с нашим прекрасным юбилеем. И желаю вам, чтобы всегда все у вас получалось не только на работе, но и дома. Всем удачи! Сегодня в Красновской школе трудится 66 сотрудников, в том числе 31 педагог. Руководит учреждением Вячеслав Владимирович Литков, который активно участвует во всех школьных мероприятиях. Детский сад «Семицветик» отметил 10-летний юбилей. Накануне работники дошкольного учреждения принимали поздравления, благодарственные письма и почетные грамоты от представителей окружной и городской администрации и собрания депутатов НАО. Современный яркий и уютный детский сад распахнул свои двери осенью 2009 года. Здание учреждения построили в рамках соглашения между администрацией округа и компанией «Лукойл». «Семицветик» сегодня посещают более 300 воспитанников. В штате дошкольного учреждения 120 сотрудников. Это педагоги, воспитатели, их помощники и другие специалисты, работа которых порой остается за кадром, но без которых детский сад просто не может существовать. У нас здесь работает замечательный коллектив, очень творческие люди, ответственные, доброжелательные, взаимопомогающие друг другу. Для нас десятилетие – это все-таки большая дата, потому что мы еще, вроде бы, совсем, кажется, недавно родились, но уже многое сделано и многое еще предстоит сделать. Хочется пожелать нашему учреждению процветания и развития, нашим сотрудникам здоровья, терпения, любви и хорошей погоды в доме. Дорогой мой детский сад, любимый селецветик, я тебя поздравить рад, юбилеем этих! От собрания депутатов Нинистского округа коллектив детского сада поздравила парламентарий Наталья Лысакова. За десятилетнюю историю вам удалось создать семицветики по-настоящему теплую атмосферу уюта и доброжелательности, сформировать дружный творческий коллектив педагогов. Ежедневно маленькие наши жители Наринмара спешат к вам с радостью, потому что знают, здесь их очень любят, здесь их всегда ждут, здесь всегда светло, тепло, весело и интересно. За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие системы дошкольного образования в округе почетная грамота собрания депутатов вручена Елене Черепениной. Александра Дубровская и Надежда Дудник отмечены благодарственными письмами регионального парламента. В Ненецком округе в пятницу, 13 декабря, состоится международная акция «Тест по истории Отечества». С 2015 года акцию проводит молодежный парламент при Государственной Думе. В нашем регионе «Тест» в пятый раз организует Общественная молодежная палата при собрании депутатов НАУ. В этом году масштабная международная акция состоится во всех регионах России и 42 зарубежных странах. Акция приурочена к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов в России. В Ненецком округе в акции примут участие образовательные организации города. Также площадки будут организованы в Шоне, Хруте, Кратайке, Нальминосе, Амдрме и Оме. Участникам предложат ответить на 40 вопросов, задания которых охватят все периоды отечественной истории. Особое внимание будет уделено периоду Великой Отечественной войны. Организаторы приглашают всех желающих в пятницу 13 декабря в 11.00 проверить свои знания. Акция состоится в актовом зале Ненецкой центральной библиотеки имени Печкова. Также тестирование можно пройти на официальном сайте проекта kdgr.rf. Онлайн-тестирование будет доступно в течение всего дня по московскому времени. Это была программа «Законодатели». До встречи в эфире в следующую среду. Субтитры создавал DimaTorzok